Ребята, доброе утро! У меня на завтрак сегодня вот такое вот блюдо вермишель с сыром, овощи и сделала себе чай зелёный. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Привет поближе! Я сегодня экспериментирую и сделала чёлку на бок. Ну, вроде бы неплохо. Я сейчас иду на почту, отправляю девочкам заказ. И вчера, кстати, ребята, так и не сняла. У меня вчера хватило сил только на влог. Долго монтировала влог, выводился он тоже почему-то дольше других видео. Пока загрузила, надеюсь, он вам в предыдущий влог понравился, домашний. Сегодня буду я уже делать видео про фабролик. Я уже сегодня попробовала. Юрка вчера испробовала свои продукты, которые я ему заказала. Свой продукт один я ему заказала. Ну, это пока. Потом посмотрим. Ну, ему вроде бы понравился. Я сегодня попробовала тоже продукты на себе. Даже кое-какую бытовую химию тоже успела пораспробовать. Но не совсем понравился один продукт. Может, просто не для этого он предназначен. Не знаю. И нужно сегодня приготовить ужин, потому что уже всё закончилось. Осталась чечевица у нас. Хочу овощей купить. Гречку. Юрка заказал. Любит он гречку очень. И какую-то поджарочку. Возможно, зажарочку сделаю на гречку. Посмотрим. Ширинка расстёкнута, как всегда. В этих джинсах я, бывает, иду по улице. Пройду где-то полдороги, смотрю. А у меня всё наружу. Она сама не расстёгивается. Или я её забываю просто застёгивать. Сейчас понятие. Да, я опять в своих тех джинсах. Свитерок. Свой, кстати, этот красный свитер. Тоже за Бонприкса. Сегодня я стирала. Делала первую стирку. И я поняла, что нужно вручную его стирать. Потому что машинка может его испортить. Поэтому сейчас приду. Буду стирать свитер. У меня ещё там кеды белые. Сеточка летняя, очень лёгкая. Тоже нужно постирать. Выставить на балкон. Не знаю, высохнут ли. Но там, в принципе, одна синтетика. Думаю, высохнут быстро. Только что нанесла парфюм. Как же он мне нравится. Я ещё до эйфории не дошла. Как бы он у меня стоит. Я наносила несколько раз. Такой, знаете, на более холодную погоду. Всё-таки слишком сладко-тяжёлый. Но нужно совсем чуть-чуть. Потому что первый раз я вообще переборщила. Слышу. Слышу эйфорию. Этот парфюм прям вот моя любовь. Я уже, смотрите, сколько использовала. Ну, практически, ну так через день. Знаете, когда куда-то выхожу, то наношу на себя. Он такой экономный. Маскину I love love. Обожаю просто. Так что, если вы не знакомы, познакомьтесь в Брокарде с ним. С этим ароматом. Ну, прям мой-мой. И он ненавязчивый. И такой какой-то лёгкий. В то же время маме очень нравится. Тоже приду к ним в гости. Чем ты пахнешь? Чем ты надухалась? Я говорю, это маскина. Такое ощущение, что каждый раз под настроение открываются новые нотки какие-то. Открывается новый аромат. Ребят, я уже пришла. Купила себе букет. Никто не купит букет, пока сама себе не купишь. Укроп, кстати, пошла я брать к бабушкам, которые стоят, продают возле дороги. Потому что у нас, блин, 20 гривен пучочек маленький. Уже, знаете, такой полежавший укроп с петрушкой. Вот. А это свежий. Прям видно, что утром срезали всего лишь 10 гривен огромный пучок. Купила я сливки. Сейчас сделаю себе кофе. Помидоры. Огурцы не брала. Еще есть. У нас овощи просто уходят ну, молниеносно. И в этом году вообще как-то... Особенно я в этом году очень сильно люблю помидоры. И до такой степени, чтобы вы понимали, вчера в половину третьего стало, я думаю, нет. Пока не съем две помидорки солью, я спать не лягу. В итоге я встала и съела две помидорки. Очень сильно люблю помидоры в этом году. Морковку взяла. Еще буречок взяла. Буряк взяла. Взяла синочки. Под сериальчик. Потом уже, если успею все сделать и в свободное время перед сном, тогда погрызу. Гречку купила варту. Она такая темная. Вот, как мне надо. Ядрыца. Ядрыца. Килограмм. Вот. Гречка опять подорожала. Взяла капусту. Я думаю, вы уже догадываетесь, к чему этот набор. Взяла томатную пасту и взяла мясо. Это называется гуляш с виной. Значит так. Хочет, не хочет, Юра, борщ будет есть. Я хочу борща. Я давно не готовила первое. Вообще уже не помню, когда я последний раз готовила первое. Поэтому сегодня я 100% приготовлю борщ. Картошка есть, лук есть, чеснок есть. Вроде бы все есть. И хочу ему сделать, значит, гречка. И гречка будет поливаться гуляш в томатном соусе. Немножко, ну, чесночка добавлю. Морковку и зеленый перец у меня есть. Очень вкусный такой. Тоже порежу соломкой. Это все потушу. Хорошо потушу. Морковка, лук будет тоже. Вот такая вот вкусняшечка. И, конечно же, укроп добавлю, что в борщ, что в гуляш. Думаю, будет круто. Так что начинаю готовить. Включаю свои разные там видео. Сейчас смотрю модели по-украински. Девочки, я не знаю. У меня эти модели по-украински такие красотки. Прямо я не могу. Я сама не красавица. Я себя особо не считаю красавицей. Но, на самом деле, я когда периодически захожу к подписчицам в Инстаграм, смотрю, да, кто мне там пишет, фотографии иногда смотрю, то у меня девочки окружают меня намного красивее, чем вот это вот понабирали. Ну, серьезно. Особенно вот это вот тетя, мать тетя. Боже, она себя ведет как бычка. Серьезно. Вот я особо, вы знаете, да, о людях так не говорю. Ну, не то, что там, знаете, как-то обрезали, срезали, склеили. Оно так показалось. Нет. Она реально себя так ведет. Вот я понимаю, почему она себя так ведет и для чего. Они себя там, каждая по-особенному ведет. Вот. Все хотят потом стать популярными на Инстаграме. И даже если не прокатит какой-то модельный бизнес. Хотя, мне кажется, даже та же тетя-мать тетя, она пошла туда, чтобы раскрутить свой салон и свой бренд. Тетя-мать тетя. Вот. По-моему, ее так зовут. Мне Гоша очень нравится. Мне нравится другая стриженная, не помню, как ее, короткостриженная девочка. Очень нравится. У нее глаза очень красивые. Мне нравится Амина. По-моему, так. Девочка с азиатской внешностью. Мне нравится. Да и все, в принципе. Больше мне никто не нравится. Это вот три девушки, за которые я. Я хотела бы, чтобы они в тролку вошли, серьезно. Напишите, за кого вы, если вы такую дурастику смотрите. Мне предыдущий сезон больше нравился. Вот. Ну, это таки. Абы было, что дивиться, знаете. Снимают все подряд. Насколько вообще обошелся этот проект. Что касается чечевицы. Я знаю, как вам там будет видно. Смотрите. Прорастает, прорастает. Ну, пусть растет. Бобовые такие крыси давать нельзя. Поэтому просто поиграюсь и выброшу. Овощи порезала. Сейчас буду картошку отправлять в кастрюлю. Там вода уже загибает. Морковку напополам. Половинку, вот эта вот маленькая часть, будет на борщ. И остальное. Две разные терки буду использовать. Остальное будет на гуляш. Ну, на зажарочку. Буряк очень красный. Повезло хороший сорт. И лук тоже туда и сюда пополам. Я уже делаю зажарку. Добавила томатную пасту, немножко сахара, немножко уксуса. Сейчас буду еще солить. И капельку добавлю чеснока. Перемешаю это все. Немножко залью водой. И быстро тушится. Здесь я буду сейчас собирать пенку. Но мне кажется, что кастрюля маловато. Я уже обжарила мясо. Сейчас добавила морковку и лук. И борщик, кстати, перелила борща побольше к кастрюльку. Не могу я в маленьких кастрюлях. Не умею борщ варить. Если варить, так корыто. А вот это, девочки, как раз в конце я добавляю. И потом такой вкус у борща появляется. Я просто не могу передать. И не дай бог кто-то напишет, что Карина, укроп нужно добавлять в конце. Я всегда добавляю, когда борщ уже я выключила. Чтобы укроп дал свой вкус самому борщу. Потом можно добавить уже, когда к столу подаете. Поэтому у каждого свои какие-то правила борща. Кто хочет борщик, пишите. Новая почта отправлю. Боже, какой он вкусный. Ой, сейчас себе налью тарелочку. И это будет мой обед. Так, гречка варится. Это готово. Ой, блин, да что ж вы у меня потеете. Очень вкусно получилось. Прям зелень добавила. Сейчас зелень, перчик, мясо, морковка. Все очень вкусно. И также у меня готовый борщ уже. Я уже поела. Борщик очень вкусный. Умничка. Я сегодня, скорее всего, не знаю, успею ли я Юру встретить, чтобы ужином этим накормить. Хочу поехать к маме с ночевкой. И завтра отправиться с ней кое-куда. Отдохнуть. Поэтому пока что еще не знаю, что там по времени. Сейчас буду переодеваться уже. Мне нужно, вот что нужно сделать главное, это погладить вещи. Юрин там рубашки, футболки. У него сейчас начинается инсталляция, поэтому нужно там футболки в основном. Погладить вещи. Как раз я смотрю одну серию сериала, то, что между смотрю. И, скорее всего, отсниму видео на потом, чтобы монтировать. Итак, не поехала я к маме. Дождалась Юру, покормила. Сейчас буду уже вырубать комп. Реально Юра говорит, мне нужно какие-то выходные сделать. Дохнуть этого в монтажах от всего. У меня есть вот такая вот бомбочка. Это я купила в Еве. Малиновая панакота. И сейчас буду принимать ванну с бомбочкой. Буду релаксовать. А завтра уже отправлюсь к маме. Скорее всего. Ну и тоже точно еще не знаю, как там дела пойдут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...